Доброго времени суток. В этом видео про антенны, которое является переводом видео с англоязычного канала Global Vision. Мы поговорим об антеннах, которые мы используем в нашей жизни. Множество антенн, и не только те, которые используются в электронной промышленности, но и те, о которых мы не говорим, которые мы пока не обсуждали. Тем не менее, это антенны. Итак, любая антенна также хорошо излучает, как и принимает энергию. Когда мы говорим про антенну, принимающую энергию, эта же антенна может также хорошо излучать любую энергию. В дизайне антенны используется очень много разных техник, но принцип один. Антенна должна соединять капель с пространством, которое вокруг нее, таким образом передавая сигнал из источника пространства. Антенны бывают ненаправленные и направленные. Сегодня мы поговорим о направленных. Направленная антенна излучает в выбранном диапазоне, в избранном направлении. В то же время, как ненаправленные, во все стороны. Мы можем измерить силу антенны в децибелах. В то время, как угол излучения уменьшается в два раза, сила антенны, сила излучения увеличивается в три раза. Пожалуйста, потерпите немножко скучных технических подробностей. Все это можно изучить в интернете самостоятельно. Сегодня мы хотим обратить внимание на другое, на другие вещи. Не на технические детали, а принцип. А принцип заключается в том, что у нас были антенны и 100, и 200 лет назад. Но мы не называем это антенны. Мы называем это крестами, мы называем это полумесяцами, мы называем это как угодно, шпилями и так далее. Антенны излучают как в вертикальном плане, так и в горизонтальном. Соответственно, ненаправленная антенна излучает по все стороны, и в горизонтальном смысле это примерно круг, а в вертикальном — это алло. В двух направлениях происходит излучение всегда. Технические детали пока опустим, они не важны. Хотя этот автор, диктор в ролике, он именно это описывает. Я же хочу, чтобы вы обратили внимание на сходство того, что было и того, что есть сейчас. В прошлом у нас были и ненаправленные антенны, шпили, которые, в принципе, мы сейчас не рассматриваем. Они излучают во все стороны, и они нам не интересны. Нам больше интересны направленные антенны, которые бывают двух видов. Собственно, направленная антенна, как спутниковая, как и телевизионная, так и фазированная решетка. Ненаправленная антенна, как вы видите здесь. Чем выше, тем дальше она может обстенять свой сигнал. Смотрите, что у нас на шпилях храмов. Ненаправленная антенна. В вертикальном плане и в горизонтальном. В горизонтальном она круг, а в вертикальном, смотрите, тор, самоподдерживающийся тор, как и все в этом мире. Итак, еще раз, очень важно. Повторяю, любая антенна настолько же хороша в приеме энергии, не только сигналов, именно энергии, как и в передаче, если она что-то принимает, то она же и излучает. Это двухсторонний. Ненаправленная антенна и направленная. Справа направленная. Мы видим направленную антенну везде, на всех рамках. Направленная антенна излучает в одном направлении. И чем она длиннее, тем точнее и тоньше луч излучения. Каждый раз, когда угол излучения уменьшается в два раза, сила сигнала увеличивается в три. Более интересны фазированные решетки, фазированные антенны. Вот этот вот человек, Марк, он представился какой-то профессор университета, но неважно. И он предлагает использовать аналогии между сигналами антеннов и простой графикой на воде, допустим, потому что это позволит показать картину и визуализировать, как работают электромагнитные волны. Итак, большинство антенн транслируют сигналы по всем направлениям одновременно. Это как лампочка. Одинаковый свет во все стороны. Аналогия, если каплю бросить на поверхность жидкости, на поверхность озера и так далее. Волны во все стороны. Но иногда нам нужен иной результат. Нам нужен очень точный узкий луч, направленный в одну сторону. К примеру, радарная система в аэропорту. Нам нужно знать, в каком направлении самолет. И если сигнал будет во все стороны, мы не поймем, откуда он отражен, что это дом, дерево, либо самолет. Если самолет на какой высоте, на какой расстоянии он. И цели не будет достигнута. Таким образом, нам нужен узкий луч в одном направлении, чтобы понять, от чего отобразился сигнал, на каком расстоянии происходит. И пример направленного излучения может быть антенны, которые используются для спутниковой связи. Но они большие и тяжелые. И таким образом, чтобы получить направленный луч в одном направлении, нужно повернуть всю эту махину. Это очень неудобно. Таким образом, мы приходим к другим видам антенн. Это фазированные решетки и фазированные антенны. Это группа антенн индивидуальных, каждая не связана между собой, излучающая отдельно. Они могут быть как в группе какой-то фигуры, либо тупо в линию. И таким образом, они одновременно, либо не одновременно излучая сигнал, могут либо накладывать сигнал друг на друга, получая, таким образом, один в произвольном направлении узкий луч, очень узкий, причем угол может регулироваться в разных направлениях, либо широкий. Сигналы могут накладываться, либо усиливать друг другу. Например, вот по аналогии с двумя каплями, одновременно падающими на поверхность воды, мы видим, что часть сигнала накладывает свет в одну сторону, в другую часть поглощается. И вот этот эффект можно использовать. Именно этот эффект используется в фазированных решетках, антеннах. И таким образом, мы можем получать более узкий луч, примерно как лазерный луч, более узкий, чем в спутниковых антеннах. Что более удобно, потому что мы получаем группу маленьких антенн, которые работают лучше, чем одна огромная антенна. Таким образом, мы выяснили, что если мы подаем один и тот же сигнал в одно и то же время из всех антенн фазированной решетки, мы получаем очень узкий направленный луч. Но если мы немножко задерживаем сигнал и подаем разное время, один и тот же сигнал, мы можем направлять этот сигнал куда угодно, в зависимости от задержки подачи сигнала, мы можем регулировать направление, силу и так далее. Таким образом, сигнал может направляться к просто очень небольшой задержке в подаче сигнала, по сути программно. И нам не нужно заботиться о физическом повороте большого комплекса. Посмотрите, вот аналог. Падают капли с небольшой задержкой, и мы видим абсолютно иную картину. И накладываются волны примерно таким образом. Так что мы завершили наш краткий осмотр принципов распространения электромагнитных волн. Спасибо большое. Еще раз. Любая антенна настолько же хороша в получении сигнала, как и в излучении. Посмотрите, что у нас есть. Фазированные решетки. Антенны современные, какие используются в наше время. Ничего не напоминает? Или у меня дежавю? Совпадение? Это все у нас было. А теперь прискатка закончилась, начинается сказка. Лучшая форма для фазированной антенны в определенном диапазоне частот. Чего-то мне это напоминает. Мне кажется, совпадение не случайное. Вообще перестал верить в совпадение. Отбило у меня. Веру в совпадение, изучение нашей реальной истории. Палац церквей тоже не случайное. Там почему-то без потерь держится вихрь энергетический, тароид. Чуть позже расскажу, почему резонаторы гельмгольца и купола одинаковой формы. Странно, собор Василия Блаженного построен в 16 веке. А с такими же заворотами, такими же куполами спасено крови в Питере почему-то через 250 лет. Впрочем, не важно. Посмотрите. Ничего не напоминает. Какие архитектурные памятники? Вайфай. Странные позолоченные лепестки. Хреновые тучи мест. Просто очень много завитков и разных непонятных вещей, которые что-то до боли напоминают современные изделия. Только почему-то иного направления. Странно. Какой-то карго-культ. Глупые неразумные, очень глупые предки почему-то выбирали странные формы, странные высокопроводимые материалы, золото. Странным образом встроили разные очень большие вещи, соблюдая форму золотого сечения, числа Пи, числа Пи, которые почему-то не напоминают современные некоторые вещи. Готические храмы, пирамиды, почему-то странно уже напоминают какие-то крупномасштабные, крупногабаритные изделия радиотехники. Очень странно. Кто-то еще верит в совпадение? Готические храмы. Причем и внутри, и снаружи. Пожалуйста, направленные антенны. Почему-то направленные в небо. Странно. Киев. Казалось бы. Что там делать? Готическому храму построену явно не сто лет назад. Красота. Идеально. Какие резонаторы, какие антенны, какие материалы по-доброму. Какие пропорции. Я влюблен в это здание. Крест тоже не случайный. Это не связано с мифическим персонажем, который якобы был распят. Все имеет цель. Ни один завиток не случайен. Почему решетки, почему резонаторы таких форм. Я объясню позже. Посмотрите. Фазированные решетки. На этот раз в линию. Внутри. Они и внутри, и снаружи. Идеально. Мы дети в песочнице построены. С теми, кто это строил. Наверху. Пожалуйста. Роузвиндо. Они называют это. И такие же розочки были под каждой, на своде каждой, так называемых ворот. Триумфальной арке. Каждой триумфальной арке. Не важно в Питере, в Новочеркасске, в Томске, в Италии, в Германии. Это даже в Нью-Йорке было. И в Чикаго. Сломали, правда. Вот. Вы что думаете? Случайно. Вот делать нечего. Было только розочки. Это было. Сначала лепить, а потом покрывать почему-то золотом. Идиоты, да? Ну, нет. Чуть позже расскажу про звук и вибрации. Идеально. И везде одно и то же. Один и тот же принцип. Фазоинверторы. Он же сабвуфер. Фазированные решетки. Резонаторы. Это технология, до которой нам, как до Луны. Но даст Бог. Сделаем. Повторим. Что бы нам. Какие бы палки в колеса нам не вставляли. Давайте объединяться. И повторять. Кто-то еще верит, что глупые-глупые предки столько сложностей городили, чтобы просто помолиться? Кто-то еще в это верит? Один и тот же принцип. Везде. По всему миру. В Японии. В Англадеш. В Индии. В России. В готические архитектуры. Почему они сейчас не работают? Да потому что заземлены. Выключены. Но не все. Вот тут, видать, заземление отвалилось. И что мы видим? Разность потенциалов. Плюс в земле. Минус в небе. Пожалуйста. Обмен энергиями. Кто-то за это, наверное, отхватил. Но сейчас точно восстановили заземление. И эта антенна снова не работает. Ну, как вы думаете? Может таки пора их включить снова? Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Н.Александрова